Здравствуйте, уважаемые господа! Меня зовут Александр Шадов, кандидат философских наук, настоящий ученый, в отличие от тех, кого мы будем разбирать сегодня. Мы сегодня будем разбирать проклятых эволюционистов, которые ничего не понимают в науке, к сожалению. Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас будет топ лучших аргументов, опровергающих эволюцию. Я специально составил таблицу для того, чтобы вы увидели эти лучшие аргументы. Каждый из этих аргументов заслуживает того, чтобы упоминаться каждый раз в каждом споре про теорию эволюции. Я думаю, следует начать с того, что сам Дарвин отказался от теории эволюции. Это общеизвестный, общедоступный факт. И мы, конечно, должны иметь с этим дело. Конечно же, конечно же, и это очень важно, это очень важно. К сожалению, сам Чарльз Дарвин на смертном адре, он прямо сразу так и сказал. Ну, я какую-то, в общем, ерунду там придумывал. Вы, в общем, донесите истину до людей, пожалуйста. Пожалуйста, донесите до людей истину. Скажите, что теория эволюции это ложь. Ну и соответственно, вот мы имеем дело с таким аргументом. Не забывайте упоминать этот аргумент всякий раз. Всякий раз, когда вы видите эволюциониста, потому что они веруют в Дарвина. А мы можем вот таким вот образом воздействовать на их веру и показать, что они абсолютно неправы. Конечно же, и это правильно, это правильно так делать. Более того, более того, теория эволюции, она переполнена всевозможными подделками. Подделками. Пожалуйста, проверьте информацию спилдаунским человеком, человеком небраски. Вот эти вот тоже аргументы обязательно воспроизводите, потому что они очень важны и они помогают нам, в общем-то, разобраться с тем, почему ученые, вот эти вот псевдоученые заблуждаются. Вообще, честно говоря, честно говоря, честно говоря, вот после всех этих подделок, после всевозможных ошибок, после всевозможных глупостей, мы, конечно, понимаем, что теория эволюции, она была гипотезой, на самом деле, и остается гипотезой. Причем плохой, опровергнутой гипотезой, это гипотеза, да, это прежде всего гипотеза, во-первых. Во-вторых, она, она не научна. И более того, теория Дарвина научно опровергнута, вы просто не поверите, ее научно опровергли уже довольно давно, но ученые, вот эти псевдоученые-эволюционисты, они скрывают это от нас. Что, конечно, что, конечно, очень странно, что, конечно, очень странно. Вот смотрите, да, мы разобрали пилдаунского человека, мы разобрали человека Небраски, в принципе, да, есть у нас еще аргумент к австралопитеку Люси, единственные, единственные находки австралопитека, это вот те вот Люси, там и то неполные кости, неполное все, в общем, да, вот то есть неполный состав окаменелости, они нам выдвигают вот этого австралопитека Люси, как, в общем, доказательство эволюции. Вот очевидно, очевидно, что это полная ерунда. Еще в качестве доказательства эволюции единственная находка почти что там похожего на птицу динозавра археоптерекса. Но вот эта единственная находка, вот это вот как будто бы перевод динозавра, ну слушайте, ну это детский сад, ну просто там, я не знаю, могло произойти все что угодно. Ну, например, какая-нибудь утка упала на ящерицу и вот вам археоптерекс получился в окаменелости. Ну, всякое бывает. А ученые, они глупые, они не могут отличить, ну вот, ну вот просто вот такое вот, понимаете, глупые ученые. Из всего этого мы делаем простой и четкий вывод. Нет никаких переходных видов. Эволюционисты все это время пытались жестоко обмануть нас, говоря нам, что есть переходные виды. Нет, нет никаких переходных видов. Наука их не нашла, к сожалению, и то есть вся вот эта вот гипотеза эволюции замечательная, она просто развалилась в пух и прах, потому что искали-искали переходные виды и не нашли переходные виды. Ну, можно еще долго дурить детей в школах, в университетах, можно долго заниматься ерундой в поисках переходных видов. Ну, по-моему, всем образованным людям, кстати, вот Нелли тоже переходный вид, надо его, псевдо-переходный вид, надо его зачеркнуть. Это все ерунда, это все ерунда, этого всего нет. Все это полная чушь, это очень важно помнить, да, наука не нашла никакие переходные виды, нет переходных видов. Это просто, я думаю, да. А если они есть, если, допустим, вдруг мы их когда-нибудь начнем находить, то почему обезьяна сейчас современная, она не становится человеком? Давайте следующий аргумент воспроизведем. Почему обезьяна не становится человеком? Повторите, пожалуйста, вот, почему обезьяна не становится человеком? Этот вопрос всегда поставит эволюциониста в неловкое положение. Он поймет, что, ну вот он не может с ним справиться. Почему обезьяна, а эволюционист такой, что, почему обезьяна не становится человеком? Боже мой, как тяжело-то ему будет. Вот-вот мы смотрим на обезьян, я не знаю, я вчера целых, там, не знаю, 10 дней, 10 дней подряд наблюдал за шимпанзе в зоопарке, вы не поверите. И она не стала человеком, и меня это очень сильно, как бы, вот, убедило в том, что эволюция не работает. Вот она даже не на йоту, это шимпанзе, за 10 дней не изменилась. И о какой эволюции вообще речь может быть? Почему обезьяна не становится человеком, я, честно говоря, не понимаю. Более того, теория эволюции это не то, чтобы хорошая и правильная теория, даже гипотеза когда-либо поставленная, да, нет, это плохая гипотеза изначально, потому что вот у нее есть цель объяснить появление жизни, и она не объясняет появление жизни. Эволюция не объясняет появление жизни, это следующий аргумент, это просто ужасная эволюция. Как можно? Почему эти эволюционисты, они не объясняют появление жизни? Вот в христианстве все объяснено, Господь Бог создал жизнь, вот как в Библии написано, по дням, и все вроде бы хорошо, и все вроде бы замечательно, все вроде бы у нас, все сходится. Все сходится. Почему мы должны опираться на какую-то псевдонаучную теорию? Я, честно говоря, не понимаю этого, я, честно говоря, мне кажется, это довольно странным. И это при том, при всем, что христианство и эволюция не противоречат друг другу. Многие люди, они как бы думают, что они противоречат друг другу, но на самом деле не противоречат, но это еще один предрассудок, который вот засел в умах эволюционистов, простите, чуть не оговорился. Так вот, так вот, у нас здесь есть еще множество аргументов, давайте продолжим разбирать их, друзья. Прежде всего, эволюция это религиозный догмат, вы должны тоже это понимать, причем это плохой религиозный догмат, есть хорошие религиозные догматы. Эволюция очень плохой, примитивный, посредственный религиозный догмат, и никаких споров здесь быть не может. Давайте более того, вспомним рисунки Геккеля, вот эти вот, да, где там, не знаю, вот этот вот зародыш превращается в черепаху, там, в ящерицу, не знаю, восьминога, там, постепенно проходят как будто бы все стадии эволюции. Ну, это понятно, что такого не происходит на самом деле, если мы посмотрим, как развивается зародыш, мы, конечно же, поймем, что ни о каком, ни о каком, собственно, вот таком вот переходе именно в зародыше речи быть не может. Зародыш, он остается зародышем человека. И это, по-моему, абсолютно очевидно всякому, кто занимается эмбриологией, любому человеку абсолютно это понятно. Мне кажется, и вам это тоже понятно, если вы сравните странные, ужасные, дурацкие рисунки Геккеля и нормальные изображения зародышей. Вот. Также я замечу, что человек это венец творения, причем божественного творения, и с этим нам приходится иметь дело. Человек выше существо, человек, ну, по сравнению с животными, с животными, конечно же, да, человек находится куда выше всех этих созданий, и человек, соответственно, ну, может судить о том, как он возник. Человек возник не так, как все остальные животные, да, Бог сначала создал животных, а потом создал человека. Это, по-моему, абсолютно очевидно. И даже наука подтверждает это. Напоминаю, что наука отыскала митохондриального Адама и Еву. И, честно говоря, у нас есть подозрение, что митохондриальный Адам и Ева, это настоящий Адам и Ева, мы в этом практически точно уверены, и наука это доказывает. Наука доказывает, что Библия верна. Настоящая наука доказывает. А вот псевдонаука, она доказывает, что там митохондриальный Адам и Ева жили на 100 тысяч лет, там, где-то там, или более того, на расстоянии друг от друга, да, там, вот такая вот вся вот эта вот глупость. Но какие 100 тысяч лет? Давайте будем честны. Никаких 100 тысяч лет не было. Не было вот миллионов лет развития нашей планеты, миллиардов. Ничего, это все глупости. Это все глупости псевдоученых. Кстати, относительно этих глупостей, относительно раскопок, все окаменелости подделки. Вы удивитесь, да, пилдаунский человек, человек небраски, австралопитек, люси, археоптерикс, это все либо подделки, либо несуразности, глупости, которые вот ученые, псевдоученые, замечу, не смогли эстрактовать неправильно. Следующий аргумент против эволюционизма. Живое не могло произойти из неживого. Мы в этом точно уверены, никаких сомнений быть не может. Живое не могло произойти из неживого. Кто так считает, тот глупый человек. Потому что, почему не могло, почему не могло? Потому что вот эволюция, которая здесь предусматривается, она абсолютно случайна. А следовательно, да, следовательно, вот вихре в торнадо из разных там частей не мог бы собраться, например, Боинг. Вот наш организм, он куда сложнее Боинга. И он не смог бы собраться в абсолютно случайной эволюции. Я думаю, вы точно так же, как и я думаете. Из этого следует, что из-за простых всяких деталей или простых веществ в системе тотальной случайности не могло возникнуть ничего живого. Более того, эволюция не смогла бы создать такой сложный орган, как, например, глаз. Это любой орган у нас достаточно сложный, чтобы его не смогла создать эволюция. По-моему, это не секрет. По-моему, это не секрет. Напоминаю вам также, закон энтропии, все стремится к энтропии, к хаосу. И, соответственно, жизнь мог кто-то только создать. Потому что иначе жизнь всегда должна идти по пути распада, по пути разлома. И иначе быть не может. Это закон науки, это закон физики. Если бы у нас не было Господа Бога, создателя всех миров, который создал нас и создал жизнь, то все, даже если жизнь чуть-чуть бы создалась каким-то образом, возникла, она бы двигалась в ничто, она бы уничтожилась, если бы Бог не помогал, не поддерживал вот это вот состояние нашего мира. То есть законы термодинамики, законы энтропии, научные законы показывают нам, что без вмешательства высшей силы наш мир не смог бы существовать вообще. А следовательно, не могла бы существовать эволюция. Все должно стремиться к смерти и умирать. И, по-моему, это тоже достаточно очевидно. Также замечу, что мы, верующие, мы никогда не отрицаем того, что микроэволюция есть. Но под микроэволюцией мы понимаем развитие в границах рода. Я напоминаю, в Библии написано и создал Господь существ по роду их. По роду их, да? То есть нет никакой макроэволюции, виды не меняются, большие вот эти вот пласты не меняются, ящеры не превращаются в осьминогов, осьминоги не превращаются в птичек, птицы не превращаются в людей, как это говорят эволюционисты. Нет, такого точно не происходит. Происходит нечто обратное. То есть, например, внутри рода собаки, волки, они могут как бы варьироваться. Волк может превратиться в собаку, собака может стать маленькой, большой. Там вот по роду она может меняться, как и кошка. По роду своему может меняться. Но кошка или собака не могут стать осьминогом, осьминоги не могут стать человеком. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, мы сторонники микроэволюции, ее никто никогда за всю историю человечества не отрицал. Ну, она просто очевидна. Это же селекция, это все видно, да? Там собак мы выводили сколько лет. А вот макроэволюция, это очень сомнительный проект, и поэтому мы научно его отрицаем, как и любой настоящий ученый. Вот я кандидат философских наук, у меня научная степень, я настоящий ученый. Как и многие другие кандидаты наук, теологических, настоящих других наук, мы можем легко, в общем, опровергнуть эти глупые аргументы, которые ничего не стоят. Ну и финальный аргумент, который уничтожает любой эволюционизм, который разрушает любые, в общем-то, границы вот этой вот псевдонаучности, которые мы понимаем, да, что они все псевдонаучны. Мутации-то они только вредят, это же очевидно. Вы видели хоть одну полезную мутацию? Посмотрите на людей-инвалидов, бедные люди, мы их очень жалеем, и нам очень печально на них смотреть. Вот они жертвы мутации, к сожалению, вот у них происходят мутации. Мутации вредят, они вредят их выживаемости, они делают им значительно хуже. Мутации только вредят, и поэтому жизнь не может меняться с помощью только лишь каких-то мутаций. С помощью случайных мутаций. Случайная мутация всегда вредет к повреждению. И это, конечно же, ужасно, это, конечно же, страшно, это, конечно же, больно. Ну и давайте под конец просто заметим, что сам Адольф Гитлер, его деятельность мы, безусловно, никогда не одобряли и одобрять не будем. Вот сам Адольф Гитлер, кем он был? Социал-дарвинистом, очевидно. То есть дарвинисты создали Адольфа Гитлера. Вот к чему ведет дарвинистическое мировоззрение, которое мы сейчас преподаем в школах. Оно базируется на неправильных посылках, Оно использует ложные аргументы, которые сегодня были опровергнуты полностью. Эволюционистам не оставлено никакого шанса на отступление. И более того, эволюционизм не просто какая-то этически нейтральная гипотеза. Это этически отвратительная гипотеза, богопротивная, мерзкая. И в нее верил Адольф Гитлер. И из-за Гитлера началась Вторая мировая война. В общем, Вторая мировая война началась из-за теории эволюции. Ученые, псевдоученые, вот эти вот эволюционисты, на них лежит вина за развязывание Второй мировой войны, за смерть миллионов людей. В общем, это ужасные люди, отвратительные. Гитлер был одним из них. Теория Дарвина научно опровергнута. Это глупая гипотеза, преподающаяся в школах. И единственное, что ее как раз удерживает в нашем обществе, почему ее до сих пор не победили такие адекватные люди, как я, как мои другие коллеги-креационисты. Почему? Ну, потому что в школах, она и в университетах преподается, в образовании безальтернативно. Люди во все это верят. И, в общем, никаких шансов у них не верить в это у многих нет. Это ложная теория. Все это неправильно. Все это ложно. Друзья, спасибо за то, что меня слушали. Приходите, пожалуйста, на мой канал. Подписывайтесь, и вы узнаете еще много интересных вещей. Мы вместе с вами будем продвигать настоящую науку. Мы вместе с вами будем делать, в общем-то, настоящие научные умозаключения, а не то, что делают современные псевдоученые, эволюционисты. Ненавидим антропогенез.ру. Это гитлеровская, это нацистская организация современная, социал-дарвинисты, гитлеристы современные, национал-социалисты. В общем, это те люди, с которыми нужно бороться идеологически. Идеологически бороться. Понимаете? Мы должны побеждать их аргументативно, мы должны побеждать их дискуссионно каждый раз. И когда вы будете пользоваться вот такими вот аргументами, безусловно, вы будете побеждать их в каждом споре. Вот этот поток аргументов никто не сможет никогда победить из эволюционистов. Это ультимативная победа над всеми ими. Спасибо за внимание, друзья. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите новых новостей от меня. Приходите на стримы, да.